Значит, сегодня мы обсуждаем четвертую главу книжки Мэдди «Натурализм в математике». Она называется «Независимые вопросы». Эта глава достаточно сложная, особенно для тех, кто мало изучал математику. Но, тем не менее, я попытался как-то сделать изложение понятным для всех. Ну что ж, приступим. Итак, основная часть этой главы посвящена обсуждению континуум-гипотезы. И сначала там излагается история, и затем дается некоторый анализ. Ну и также параллельно анализируется континуум-гипотеза. Итак, слабый вариант континуум-гипотезы был сформулирован еще Кантером в 1878 году. Он его сформулирует. Ну, в общем, чтобы подойти к формулировке, можно заметить следующее. Существует, с одной стороны, счетное множество. Например, это множество целых чисел, множество рациональных чисел. Это объединение любых счетных множеств. Также это множество алгебраических чисел и так далее. То есть это бесконечное множество, которое можно поставить в одно однозначное соответствие с множеством натуральных чисел. Ну или, например, целых положительных. Кроме того, существует несчетное множество, которое равномочное множеству всех действительных чисел. Например, это будет множество всех n-кортежей действительных чисел. Или, например, множество всех подмножеств, множество целых положительных чисел. И, соответственно, слабый вариант континуум гипотезы формулируется Кантером следующим образом. Множество всех действительных чисел можно разделить на два класса. Во-первых, это класс счетных множеств действительных чисел. Во-вторых, это класс несчетных множеств действительных чисел. Несколько раз Кантер попытался доказать континуум гипотезу. У него это не удавалось. Но, тем не менее, он считал, что ее можно доказать. И, в частности, в этой работе 1878 года он ее даже называет теоремой, когда ее формулирует, говорит, что вот одна из теорем. Но дальше говорит Кантер, сейчас возможности представить доказательства нет, поэтому мы его отложим на будущее. Но в будущем это доказательство так и не появилось. К 1882 году Кантер разработал свою теорию ординальных чисел. И он показал, что множество всех счетных ординалов, то есть не счетный, наименьший не счетный ординал, он обозначается омега-1, имеет большую кардинальность, чем алиф-0. И что кардинальность всякого бесконечного подмножества омега-1 равна алиф-0. Но с помощью алифов обозначаются кардинальности, с помощью омега-1 обозначаются, соответственно, ординальности. Ну, здесь надо сразу же заметить некоторое отступление. Значит, вот это вот множество всех счетных ординалов, вот этот наименьший не счетный ординал омега-1. Иногда он обозначается заглавной омега. Это вполне упорядоченное множество. Это предельный ординал. Ну, то есть получается, что нет такого ординала альфа, что омега-1 равно альфа плюс 1. Да, и если мы вспомним теорию стадий, ну, то есть итеративную концепцию множества, то там вот это вот множество всех не счетных ординалов задается отдельной аксионом. Ну, и точно так же в ZF или ZFC у нас есть отдельный аксиом бесконечности, который утверждает существование такого множества. То есть оно не следует, как бы непосредственно не следует ни за чем, но вот оно просто у нас существует. И у нас сначала идет бесконечное число, например, натуральных чисел. Потом, когда эти натуральные числа заканчиваются, бесконечное число натуральных чисел заканчивается, у нас появляется вот этот вот первый несчетный ординал. Элементами этого несчетного ординала являются все счетные ординалы, в том числе и конечные. Ну, то есть это множество, которое представляет 0, репрезентирует 0, множество, которое репрезентирует 1, множество, которое репрезентирует 2 и так далее. Вот. И, соответственно, всех их вместе, всех этих элементов, всех этих счетных ординалов, их несчетное число. Вот. Еще одно отступление состоит в том, что кардинальность, то есть число элементов, омега-1 равно алиф-1, и омега-1 является начальным ординалом. Начальные ординалы, значит, это такие ординалы, которые являются минимальными ординалами некоторой мощности, некоторой кардинальности. Потому что у нас, вот, допустим, если взять множество натуральных чисел, у него всегда одна и та же кардинальность. Но мы можем упорядочить это множество разными способами. Соответственно, мы можем просто взять натуральные числа по порядку, и у нас будет ординальность омега. Мы можем сначала перечислить все четные числа, а потом перечислить все нечетные. И тогда ординальность будет омега плюс омега. Соответственно, у нас вот одно и то же множество, может быть упорядочено по-разному, соответственно, оно дает нам несколько разных ординалов. С другой стороны, число элементов, то у него ведь от этого не меняется, поэтому кардинальность у него всегда одна и та же. Вот. И когда мы рассматриваем множество, имеющее какую-то кардинальность определенную, например, как в данном случае, алифа-1, вот мы взяли все множества, у которых число элементов равно алифа-1. И мы смотрим, какое из этих множеств является начальным ординалом, то есть самым маленьким из ординалов. И самым маленьким из ординалов для алифа-1 является как раз-таки омега-1. Соответственно, на основе этого в 1882 году Кантер формулирует более сильный вариант континуум-гипотезы. Значит, вот эта более сильная версия континуум-гипотезы, она предполагает, что континуум вполне упорядочен, и она эквивалентна современной форме представления континуум-гипотезы, которую также Кантер сформулировал в 1895 году. И современная форма континуум-гипотезы следующая. 2 в степени алифа-0 равно алифа-1. Что же это вообще означает? 2 в степени алифа-0 равно алифа-1. Давайте посмотрим. Вот с помощью 2 в степени s иногда обозначает множество степеней, то есть множество всех подмножеств, множество s. Ну, то есть получается, что 2 в степени алифа-0 – это кардинальность множества в степени любого счетного множества. Кардинальность множества целых чисел равна алифа-0. Множество всех действительных чисел равномочна множеству всех подмножеств целых чисел, и их кардинальность… То есть кардинальность множества всех действительных чисел или же кардинальность множества всех подмножеств целых чисел больше, чем кардинальность счетных множеств. Это теорема Кантера, знаменитая, где с помощью диагонального метода доказывается, что число, соответственно, элементов в множестве всех действительно чисел или же число элементов в множестве всех под множество целых чисел больше. И, кроме того, эта кардиналь равна алиф 1. Ну и предполагается, что между алиф 0 и алиф 1 нет никаких других кардиналов, никаких других алифов там нет. Вот это, собственно, утверждается континуум-гипотезой. То есть сначала у нас идут счетные бесконечные множества, и после них непосредственно сразу же идут множество, мощность которых равна множеству действительных чисел. То есть между ними никаких промежуточных мощностей нет. Вот это утверждает континуум-гипотезу. Помимо Кантера, надо сказать, что континуум-гипотезу пытались доказать и другие математики. Например, Мэдди упоминает Бендиксона, Таннери, Пирса, Берштейна, Хаусдорфа, Гильберта. Ну, Гильберта особенно, потому что первая из 23 проблем Гильберта, которые он сформулировал на Математическом Конгрессе в 1900 году, это была как раз проблема разрешения вопроса относительно континуум-гипотезы. В 1904 году Кёнинг объявил о том, что континуум-гипотеза ложна, он представил доказательства этого, но на следующий же день Цермелла обнаружил в нем ошибку, что в итоге... Ну, то есть этот, конечно, результат не был потерян, потому что Цермелла использовал рассуждения в духе тех, которые использовал Кёнинг, и это позволило ему построить доказательства теоремы о вполне упорядочении. И, кроме того, благодаря форме этих рассуждений Цермелла выделил аксиому выбора. Ну, собственно говоря, попытки доказать континуум-гипотезу продолжались вплоть до 30-х годов, а в 1930-х годах Гёдель показал, что если ЗФЦ непротиворечива, то в ней нельзя вывести отрицание континуум-гипотезы. Ну, то есть он, получается, показал, что если ЗФЦ непротиворечива, то расширение ЗФЦ путем добавления к ней континуум-гипотезы тоже является непротиворечивой системой. Кроме того, Гёдель еще показал в той же самой работе, что если ЗФ непротиворечива, то тогда и ЗФЦ непротиворечива. То есть он установил ряд систем, связанных отношением относительного непротиворечия. Собственно, каким образом это было сделано? Мы с вами уже рассматривали итеративную концепцию множеств, то есть то, что иногда называется кумулятивной иерархией Цермела. Этот Цермела предложил в 1930 году. И с помощью этой кумулятивной иерархии он обосновывал выбор ЗФЦ. Иногда это называется универсум фон Неймана и обозначается с помощью заглавной буквы В. Гёдель построил альтернативу. Он построил то, что обозначает с помощью заглавной буквы Л. Дело в том, что Л — это модель для ЗФЦ. И в Л, в этой модели, все аксиому ЗФЦ истинны. И также она построена таким образом, что в ней истинна континуум гипотеза. И если бы из ЗФЦ было выводимо отрицание континуум гипотезы, то оно было бы истинно и в том числе в модели Л. Но дело в том, что в модели Л истинна континуум гипотеза. Это означает, что если бы из ЗФЦ было выводимо отрицание континуум гипотезы, то тогда ЗФЦ была бы противоречивой системой. Поэтому и установлено, что если ZFC не противоречиво, то отрицание континум-гипотезы вывести в ней нельзя. L, как я сказал, это модель для ZFC. Она основана на идеях теории порядка Рассела, а не теории стадии. То есть V у нас это относится к теории стадии, L это относится к теории порядка. Напомню, что в теории стадии мы говорим, что множество формируется на некоторых стадиях. И на каждой отдельно взятой стадии мы включаем в число множеств все возможные подмножества предыдущей стадии. У Рассела же наборы определяются пропозициональными функциями. И у Рассела эти функции обязательно должны быть предикативными. Так он пытался избавиться от парадоксов. У Гёделя же получается так, что мы рассматриваем все ординалы, в том числе и предикативные. Но, тем не менее, это не приводит к возникновению парадокса, потому что мы движемся последовательно. У нас есть сначала нулевой порядок, потом на первом порядке мы используем пропозициональные функции, которые только о первом порядке. Получается, при построении иерархии L на стадии альфа плюс 1 мы делаем следующее. Мы добавляем все подмножества предыдущего порядка. Некорректно я использовал термин стадии, а все-таки к теории стадии относятся они к теории порядка. Мы добавляем все подмножества предыдущего порядка, то есть L альфа. Которые определимы с помощью первопорядковой формулы, квантифицированные переменные, которые получают значения из предыдущего порядка, из L альфа. И параметры, которые прибегают элементы L альфа. То есть у нас получается, что точно так же, как в теории стадии V это объединение всех стадий V альфа, точно так же L это объединение всех порядков L альфа. Но сами по себе V и L не являются множествами, потому что у нас такие большие множества существовать не могут. V и L называются собственными классами. Вот как они выглядят. Это можно представить с помощью следующей таблицы. Ну, если по поводу V мы уже несколько раз говорили, по поводу L сейчас это тоже увидим по сравнению с тем, что мы знаем об итеративной иерархии. Значит, на нулевой стадии, сначала мы теорию стадии рассматриваем. На нулевой стадии у нас формируется пустое множество. На следующей стадии, на любой стадии, которая следует за какой-то, у нас берутся все подмножества предыдущей стадии. Если мы говорим о стадии лямбда, где лямбда это некоторый предельный ординал, ну то есть, например, вот омега, то мы берем объединение всех стадий, которые меньше, чем этот предельный ординал. Ну и вообще говоря, получается, что вся по себе вот эта вот иерархия обозначается с помощью V, и она представляет собой объединение всех стадий. Но, как я сказал, сама по себе она не является множеством, потому что это множество слишком большое. Иначе у нас будет возникать парадокс, и там у нас не может существовать множество всех ординалов, например. Вот, соответственно, как строится L? На нулевой, на нулевом порядке, на L0 у нас появляется пустое множество. На любом следующем мы применяем специальную процедуру, которая называется DEV, что это такое, я скажу дальше, и применяем DEV к предыдущему порядку. Когда мы говорим о предельном ординале каком-то лямбда, то мы точно так же, как в теории стадии, делаем объединение всех порядков, которые меньше, чем этот предельный ординал. И само по себе L это объединение всех порядков. Но само по себе L тоже не является множеством, потому что это слишком большой набор, это собственный класс. Вот, DEV определяется вот так. То есть это множество, которое содержит в себе множество. И вот эти вот множества, они содержат в себе такие Y, что Y принадлежат некоторому порядку, вот X, который передается в DEV как аргумент. И мы можем задать некоторую формулу F, содержащую Y и параметры Z1, Zn. Причем F это первопорядковая формула, а Z1, Zn тоже относятся к X, к X большой. То есть они на том же порядке находятся, они являются элементами. Вот, таким образом у нас задается с помощью формул множества. Это вот Гёдль предложил на основе идей Рассела о теории порядка. Вот, и таким образом получается, что L α является под множеством L α плюс 1, а L α плюс 1 является под множеством множества степени L α. Вот, и вот это вот L, это называется иерархия конструируемых множеств. Да, вот каждое такое множество, которое в иерархии L появляется, оно называется конструктивным множеством. И вот вся эта иерархия, это иерархия конструируемых множеств. Вот, эта иерархия представляет собой, как я сказал, собственный класс транзитивных множеств. Что такое транзитивное множество? Множество называется транзитивным, если выполняется одно из условий. Либо, если x является элементом множества А, и y является элементом x, то y также является элементом множества А. Либо, если x является элементом А, и x не является ур-элементом, то есть не является индивидом, то тогда x является под множеством А. Ну, и надо сказать, что на самом деле В это тоже собственный класс транзитивных множеств. То есть у нас и с одной стороны класс транзитивных множеств, и с другой стороны класс транзитивных множеств. Это просто две разные модели. Они строятся разными способами. Но обе они делают аксиомы ZF и ZF-C истинными. В ZF-C нельзя ничего вывести относительно V или L. Ну, вот, всех иерархий целиком. Потому что, как я сказал, это собственный класс. У нас такие множества существовать просто-напросто не могут. Вот. Дальше. Есть такая, ну, скажем, синтаксический сахар. Это такой способ обозначения, сокращения. Когда записывается L от x, или x принадлежит L, то так мы представляем формулу следующего вида. Существует альфа, такое, что x принадлежит L альфа. x в данном случае является конструктивным множеством. Когда мы записываем V равно альфа, то это сокращение для формулы для всякого x. Существует альфа, такое, что x является элементом L альфа. То есть, V равно L в данном случае, как бы, говорит, что все множество появляются на какой-то стадии вот этого конструирования. В соответствии с приложенной процедурой йоделя. Вот. И вот это вот V равно L называется аксиомой конструктивности. Правда, ну, сами по себе такие названия, они отсылают от конструктивности, да, к чему-то такому конструктивному, но на самом деле это совершенно неконструктивные идеи, они к конструктивизму отношения никого не имеют. Вот. То есть, тут ни конструктивизм, ни интуиционизм никак не работают. Это неконструктивный подход. Значит, рассуждение Гёделя следующее. Вот мы взяли расширение ZFC и... Ну, то есть, взяли ZFC и расширили, добавив к ней аксиому конструктивности. Вот. У нас получилось следующее. Для всякой аксиомы Сигма, если мы в аксиоме Сигма осуществим релятивизацию квантеров до L, то мы можем вот эту вот релятивизацию доказать в ZFC. Релятивизация делается следующим образом. Если у нас аксиома содержит квантер общности по X, то мы заменяем это следующим образом. Мы делаем квантер общности по X, говорим, что X принадлежит L, и затем через импликацию там все, что у нас находится в области действия этого квантера записывается. Квантер существования, соответственно, делается аналогично. Мы заменяем его на существует X, такое, что X принадлежит L, и затем у нас то, что в области действия квантера изначально было. Вот. То есть мы релятивизируем квантеры относительно L, и вот эта вот релятивизация, она оказывается доказуемой в ZFC. Вот. Континуум гипотеза у нас доказуема в ZFC плюс аксиома конструктивности. Это означает, что релятивизация континуум гипотезы до L будет доказуема в ZFC. И если бы в ZFC было доказуемо отрицание континуум гипотезы, то ZFC была бы противоречивой, потому что тогда в ZFC было бы доказуемо и отрицание релятивизации континуум гипотезы до L. Соответственно, вот так вот у нас получается, что если ZFC не противоречива, то отрицание континуум гипотезы в ней не доказуемо. Ну и таким образом получается, что Гёдель показал, что в ZFC нельзя опровергнуть континуум гипотезу. Дальше близкий метод был использован Коэном в 60-х годах, и Коэн разработал метод форсинга, и с помощью этого метода форсинга он показал, что в ZFC нельзя вывести континуум гипотезу. То есть Гёдель показал, что нельзя вывести отрицание континуум гипотезы, и Коэн показал, что нельзя вывести саму континуум гипотезу. За основу берется модель ZF, это вот как форсинг в более-менее современном варианте работы F, в которой выполняется континуум гипотеза. Затем из указанной модели строится новая модель, которая содержит большее число множеств, причем континуум гипотеза в новой модели уже не выполняется, вот специально так делается. В частности, демонстрируется, Коэн показал, как можно к старой модели добавить последовательность алиф-2 под множество омега, чтобы у нас выполнялось 2 в степени алиф-0 меньше либо равно алиф-2. Вот это противоречит континуум гипотезе. Континуум гипотеза говорит, что у нас 2 в степени алиф-0 равно алиф-1, а тут у нас меньше либо равно алиф-2. Вот, ну и вообще говоря, Коэн предложил метод разветвленного форсинга. В нем в качестве основы используется модель ZF, в которой выполняется все на конструктивности, то есть он берет разработки Гёделя и на основе них уже строит свое доказательство. В дальнейшем было показано, что использование конструктивных множеств не является обязательным, и, соответственно, были разработаны более простые варианты форсинга. Вот, таким образом получается, что в ZF-C нельзя вывести ни континуум гипотезу, ни отрицание континуум гипотезы. Получается, что континуум гипотеза независима от ZF-C. Однако, континуум гипотеза не является единственным, независимым от ZF-C утверждением. Вообще, интерес Кантера к множествам действительных чисел вырос из его исследований функций и тригонометрических рядов. Это мы смотрели в первой главе этой книжки. Как теория множества как-то раскладывается. Вот, постепенно, если начинать рассматривать историю математики с Древней Греции, например, то развитие математики пришло к очень широкому понятию функций, как некоторого абсолютно произвольного соответствия. И вот оно как раз-таки воплотилось в теории множества. Изначально патологические функции, которые, например, в рамках анализа к ним относились, так скажем, с подозрением. То есть у нас в истории математики мы можем обнаружить некоторые предполагаемые допущения относительно того, что такое функции, как они работают, как они себя ведут. И вот эти патологические функции, которые постепенно были обнаружены в рамках анализа, они представляют собой контрпримеры к этим допущениям. Но дело в том, что при разработке теории множеств, в общем-то, было показано, что эти патологические функции и чисто комбинаторное множество это две стороны одной медали. Потому что мы функцию можем представить как множество, множество можем представить как функцию, ну и так далее. Если кому-то это особенно интересно, мы это вообще обсуждали уже, когда Фрэмкель об архиве Леви читали. Но, тем не менее, там у Мэнди есть тоже примеры в тексте, можно посмотреть их. Но я не считаю, что это очень важно для нас. К 1900 году патологические функции становятся предметом серьезных споров. То есть вот у нас появился инструмент теория множеств, который позволяет изучать эти патологические функции, ну, точнее, функции вообще. Ну и, соответственно, возникли споры относительно того, что же такое вообще, являются это функциями или не являются, как-то, может быть, их можно классифицировать и так далее. И вот французские математики Берр, Боррель и Лебек, они уже упоминались в предыдущей главе как противники аксиомы выбора, но, тем не менее, там указывалось, что они в своих работах скрытно как бы использовали, вот так, имплицитно использовали, не зная об этом аксиомы выбора. Позже уже, когда она была сформулирована, они стали противниками. Берр, Боррель и Лебек, они предложили классифицировать функции из множества действительных чисел в множество действительных чисел на основе их сложности. И, собственно говоря, в ходе работ в этом направлении было обнаружено, что проблема классификации функции может быть сведена к проблеме классификации множеств, тоже на основе их сложности. Они выделили простые множества. Самыми простыми множествами являются замкнутые множества и открытые множества. Открытые — это дополнение замкнутых. Какие у нас могут быть тут определения, что такое замкнутые и открытые множества? Если А является подмножеством множества действительных чисел и Р является действительным числом, то есть элементом множества действительных чисел, то Р является предельной точкой множества А тогда и только тогда, когда существуют отличные от Р элементы А произвольно близкие к Р. Дальше. А является замкнутым множеством тогда и только тогда, когда А содержит все свои предельные точки. Б, являющийся подмножеством множества действительных чисел, является открытым множеством тогда и только тогда, когда его дополнение замкнуто. Дополнение — это через теоретику множественного вычитания делается. То есть дополнение Б, например, это множество таких Р, что Р не содержится в Б. И здесь такой пример можно привести, наглядный. Допустим, у нас есть некоторое топологическое пространство. Это топологическое пространство представляет собой плоскость. Вот эта плоскость у нас белым цветом она здесь на слайде. На этой плоскости у нас что-то есть. Есть какой-то объект. Или, точнее, даже много разных объектов. По сути, точки. Топологическое пространство — это точки. Точка — это некоторое действительно число, например. Ну, точнее, это пара действительно чисел. У нас на этой плоскости есть вот такая вот штука нарисованная. Здесь у нас, соответственно, красная область и синяя. Вот синяя — это граница. Или граничное множество. Все точки, которые закрашены синим, — это граница. Что такое граница, я на следующем слайде поясню. Красная область — это, соответственно, открытое множество. Если мы возьмем объединение красной области и синей области, то мы получим замкнутое множество. То есть открытое множество плюс его граница. Граничное множество — это замкнутое множество. Вот. Ну, здесь у нас получается, мы можем даже уравнение сформулировать. Тут у нас х в квадрате плюс у в квадрате равно r в квадрате — это вот граница. Затем, то есть синяя часть красная — это будет х в квадрат плюс у в квадрат меньше r в квадрате. А объединение, то есть когда мы говорим, что х в квадрате плюс у в квадрате меньше либо равно r в квадрате, то это вот замкнутое множество этого объединения синего и красного. Ну, давайте дальше перейдем. Вот. 0 и 1 являются предельными точками множества действительных чисел между 0 и 1. Множество действительных чисел между 0 и 1, включая 0 и 1, будет замкнутое. Ну, то есть сейчас мы уже рассматриваем топологическое пространство, которое представляет собой линию. Множество действительных чисел между 0 и 1, исключая 0 и 1, открыто. Пусть у нас s — это некоторое подмножество топологического пространства x. Тогда точка x является предельной точкой s, если всякий сосед x содержит хотя бы одну точку из s, отличную от x. Граница s — это множество таких точек p, что всякий сосед p содержит хотя бы одну точку из s и одну точку не из s. То есть предельные точки обязательно в соседях имеют хотя бы одну точку из того множества, предельной точкой которого они являются, а граничная точка, ну, точка, которая относится к граничному множеству, она в качестве соседов имеет точку из этого множества и точку не из этого множества. Пусть s — это у нас множество вот такого вида, множество, содержащее 0. В некоторой обычной топологии, тогда 0 — это граничная точка, но не предельная, потому что у нее нет никаких соседей. Пусть s — это отрезок от нуля до единицы. Тогда 0,5, например, будет предельной точкой, но не граничной, потому что соседи 0,5 все являются элементами s. А граничная точка предполагает, что должен быть хотя бы один сосед, который не относится к s. Если мы возьмем интервал от нуля до единицы, то есть у нас 0 единица в их компункте получается, тогда 0,1 — это граничные точки. Причем, смотрите, 0,1 — это граничные точки, но при этом они не являются элементами s. То есть граничные точки могут находиться вне множества. Зачем вот это вот все нам нужно? Это нужно для классификации функций, для того проекта, которым занялись Берр, Боррель или Бек. Дело в том, что функция из множества действительных чисел в множество действительных чисел является континуальной, то есть географик непрерывен, он не содержит какие-то пустоты, не содержит вертикальные асимптоты какие-нибудь или еще что-нибудь. То есть график непрерывен. Тогда и только тогда, когда для всякого открытого множества a прообраз этого множества тоже является открытым. Где прообраз — это, соответственно, то множество, на котором мы функцию определяем. То есть получается, вот мы свели вопрос о классификации функций к вопросу о классификации множеств. И Боррель, соответственно, предложил следующую иерархию множеств действительно чисел. Я не знаю, как это правильно произносится, и от меня как бы ускользает глубинный смысл вот этих вот чисел сверху и снизу 0, тем не менее. Значит, сигма 0,1 — это все открытые множества, пи 0,1 — это замкнутое множество. Затем сигма 0, альфа плюс 1 — это множество a, такие что a — это счетное объединение множеств в пи 0, альфа. пи 0, альфа плюс 1 — это множество a таких, что если мы из множества действительных чисел вычтем a, то есть дополнение a возьмем, дополнение a входит в сигма 0, альфа плюс 1. Ну и дальше у нас определяется дельта 0, альфа, и оно у нас равно пересечению сигма 0, альфа и пи 0, альфа. Дело в том, что аксиома выбора гарантирует, что существуют неизмеримые множества действительных чисел, и вот интересно было бы их обнаружить. В 1902 году Лебек показал, что все баррелевские множества являются измеримыми. Баррелевские множества, нами называется, множество в топологическом пространстве, построено из открытых множеств с помощью операций счетного объединения, счетного пересечения и относительной разности. Или же с помощью тех же самых операций, но из замкнутых множеств. Вот, соответственно, баррелев предлагает иерархию для множеств, а эта иерархия основывается на открытых и замкнутых множествах, и относительно этой иерархии у нас есть какие-то конкретные результаты. Например, вот у Лебека это о том, что все множества, которые в этой иерархии у нас встречаются, но там являются открытыми или замкнутыми, а не измеримы. Вот. К доказательству континуума гипотезы была попытка подойти с этой стороны. Например, Кантер в 1884 году отказал, что любое бесконечное замкнутое множество действительных чисел либо счетно, либо его кардинальность равна континууму. То есть, континуум гипотезы выполняются для замкнутых множеств действительных чисел. Ну и, собственно говоря, это было одной из причин, почему хотели получить обобщение на континуум гипотезы. Есть же результат для замкнутых множеств. Давайте для всех остальных попробуем. Вот этот результат выводится из теоремы Кантера-Бендиксона о том, что всякое бесконечное замкнутое множество действительных чисел может быть разделено на счетное множество и на совершенное множество. И теорема Кантера о том, что кардинальность всякого не пустого совершенного множества равна континууму. Что такое совершенное множество? Совершенное множество – это множество, которое является замкнутым и не имеет изолированных точек. Что такое изолированная точка? Изолированная точка – это элемент подмножества топологического пространства, для которого существует сосед, не содержащий ни одну другую точку этого подмножества. Совершенное множество также может быть определено как множество, совпадающее с множеством всех своих предельных точек. Предельные точки мы определяли до этого. Иногда такие множества называются производными множествами. Обобщение теоремы Кантера 1884 года были доказаны Янгом в 1902 году для некоторых множеств из π02, затем Хаусдорфом в 2014 году для всех множеств π02, и затем Хаусдорфом в 2016 году для всех баррелевских множеств. Правда, надо сказать, что Бирнштейн в 1908 году доказал, что существует несчетное множество без совершенных подмножеств, и, соответственно, этот результат говорит о том, что вот в этом направлении бесполезно двигаться, то есть если мы хотим доказать континуум гипотезу, потому что континуум гипотезу так доказать не получится. С другой стороны, работы по классификации множества действительных чисел были продолжены, в частности, российскими и дальнейших советскими математиками Лузиным и Суслиным. Но, правда, Суслин, если я не ошибаюсь, в 2017 году умер. Не знаю, насколько можно говорить, что он застал Советский Союз. Лузиным и Суслин предложили классификацию множеств действительных чисел на основе понятия проекции. То есть они говорили о том, что замкнутые подмножество плоскости, это множество пар действительных чисел, их можно представить аналогично замкнутым подмножеством линий. Ну или, образно говоря, получается, что проекция плоскости – это тень, которая отбрасывается плоскостью на одну из усей. Ну, в данном случае, например, здесь идет об оси Х. Вот. Соответственно, они ввели проективное множество и дали следующую классификацию. То есть у нас раньше в классификации Борреля сверху был 0, здесь у нас единица. Проективное множество классифицировали не так. Сигма 1,0 – это открытое множество, Пи 1,0 – это замкнутые, Сигма 1,0 – плюс 1 – это проекции множеств Пи 1,0 – Пи 1,0 – плюс 1 – это дополнение множеств Сигма 1,0 – плюс 1. Ну и Дельта 1,0 – это пересечение Сигма 1,0 – и Пи 1,0 – вот. Затем, по поводу проективных множеств, Суслин и Лузин получили некоторые интересные результаты. Например, Суслин доказал, что Боррелевое множество – это как раз-таки множество Дельта 1,1. Суслин и Лузин, кроме того, показали, что Сигма 1,1 и Пи 1,1 измеримы по Лебеку. Несчетные Сигма 1,1 имеют совершенные подмножества. Однако измеримость множеств Сигма 1,2 оставалась неразрешимой, и возможным также оставалось существование так называемых тонких множеств Пи 1,1. Это несчетное множество Пи 1,1 без совершенных подмножеств. Вот. В 1938 году Дельт, не представив доказательства своей статье, утверждает, что Л, его вот это вот конструктивное, конструируемое, да, иерархи конструируемых множеств, содержит неизмеримое множество Сигма 1,2. А Мэнди отмечает, что даже Дельта 1,2. И тонкое множество Пи 1,1. Вот. Эдисон в 1959 году показал это на основе вполне упорядочения. Он показал, что так как Л вполне упорядочено, то, соответственно, этот результат не может доказать. Ну и таким образом получается, что ЗФЦ не может исключить ситуацию, упомянутую на предыдущем слайде. Ну, то есть, что существует некоторое неизмеримое множество Сигма 1,2 и существует некоторое тонкое множество Пи 1,1. Вот. Обратное было показано тоже с помощью метода форсинга. Соловей построил модели, в которых все проективные множества являются измеримыми и поли-бегу, а у всякого несчетного проективного множества имеется совершенное подмножество. Соответственно, в ЗФЦ нельзя разрешить вопрос существования неизмеримых Сигма 1,2 множеств и тонких Пи 1,1 множеств. То есть, это еще один независимый от ЗФЦ результат, который касается уже классификации. Вот. И он гораздо больше, он гораздо ближе к каким-то прикладным вопросам, потому что это одна из проблем анализа. А анализ у нас непосредственно применяется в физике, например, и вообще в естественных науках. Вот. Ну, в настоящее время исследование простых множеств действительных чисел конечно не закончено, да, и обычно эти исследования называются дескриптивной теорией множества. Вот. Как я сказал, эти независимые от ЗФЦ вопросы, ну, в частности, вопрос измеримости полябеку, они касаются анализа и являются там вполне естественными, да, они важны в том числе для конкретных направлений исследований, для конкретных наук. Вот. И, например, надо еще отметить, что множество действительных чисел вообще-то определяются достаточно просто, да, там никаких сверхъестественных идей у нас не используется. Когда же мы рассматриваем континуум гипотезу, то континуум гипотеза предполагает понятие всех произвольных и определимых комбинаторно подмножеств, бесконечного множества, то есть у нас бесконечность предполагается. Вот. Ну, другими словами, неразрешимые вопросы относительно простых множеств действительных чисел намного проще, чем континуум гипотезы. Ну, и возникает вопрос, в чем же, собственно, причина того, что даже такие вот относительно простые вопросы неразрешимы в ЗФЦе? Почему мы не можем доказать какое-то ну, то есть или утверждение или отрицание относительно этих вопросов в ЗФЦе? Почему ЗФЦ недостаточно? Также Мэдди приводит конкретный пример неразрешимого вопроса из алгебры. Она, правда, это делает очень кратко, буквально один абзац занимает, поэтому без особых объяснений. Она говорит, что вот в алгебре одним из ключевых понятий является понятие группы. И вот всякая свободная группа является вайфедовой, то есть имеет уникальное расширение в ценных числах. Это доказано вайфеде. Вот и вайфед задался вопросом, верно ли обратное, то есть что всякая вайфедова группа является свободной. Штейн в 51-м году показал, что всякая счетная вайфедова группа свободна. А Шеллах в 74-м году показал, что в L всякая несчетная вайфедова группа свободна. Но с помощью форсинга можно построить модель с несвободной вайфедовой группой размера альфа 1. Таким образом, этот вопрос, который был сформулирован вайфедом, также оказывается независимым от ZFC. То есть есть огромное количество вопросов, которые неразрешимы в ZFC. Несмотря на то, что мы считаем, что ZFC это основание математики, ну, не то, чтобы мы, а большинство математиков считает, что ZFC это основание математики предельное, у нас огромное количество математических вопросов там просто неразрешено. По поводу неразрешимости можно выделить несколько точек зрения. В частности, Мэдди цитирует Мостовского его выступления 1965 года. Мостовский буквально заявил следующее. Вероятно, в будущем мы будем обладать существенно разными импуитивными понятиями множеств, подобно тому, как мы обладаем разными понятиями пространства. Мы будем основывать наше обсуждение множеств на аксиомах, которые соответствуют тому виду множеств, которые мы хотим изучить. Мэдди такую точку зрения называет поверхностным формализмом. То есть, поверхностный формализм это такая точка зрения, что непротиворечивые расширения ЗФЦ одинаково хорошо. А вообще теория множеств это лишь способ определить, какие заключения следуют из каких допущений. Вот мы напридумываем каких-то аксиомов сейчас, неважно, имеют они отношение к действительности или не имеют, нам это вообще неинтересно. Мы на этот вопрос не можем ответить. Ну и посмотрим, что из них выводится. если этот набор аксиом не противоречив, из них что-то выводится, ну прекрасно. Давайте еще один такой набор построим и посмотрим, что из него будет выведено. Вот так вот. С другую точку зрения выразил Гёдль в 1947 году, еще до того, как были получены результаты Коэна по поводу гипотезы, континуум-гипотезы, Гёдль писал, что есть три варианта для континуум-гипотезы. Либо она доказуема, либо она недоказуема, либо она неразрешима. И вот в 1947 году Гёдль говорит, мне кажется, что континуум-гипотеза неразрешима и нужно сосредоточить все силы в этом направлении в поиске доказательства ее неразрешимости. Дальше надо отметить, что L и V, то, что мы рассматривали относительно континуум-гипотезы, это разные классы объектов. Но дело в том, что эти разные классы объектов удовлетворяют все максимумы теории множества, все максимумы Z, Z. Если мы принимаем, что V равно L, то есть мы считаем, что существуют только такие множества, возможно, только такие множества, которые мы можем задать через определимые свойства, то есть все множества, которые можно в принципе настроить, они являются объемами каких-нибудь предикатов, например, или они выполняют это множество объектов, которые выполняют какую-то форму, то если мы верим в аксиому конструктивности, то тогда мы вынуждены признать, что многие результаты зависят от аксиома конструктивности, и поэтому они являются независимыми от ZFC. И по мнению Гёделя независимость чего бы то ни было от ZFC говорит о том, что система аксиом-теории множеств неполна, то есть она недостаточна. Гёделя говорит, вот предложены дополнительные аксиомы, и у нас есть основания для того, чтобы решить, какие из них следует выбрать. Ну, во-первых, некоторые аксиомы являются естественным продолжением того, что мы уже имеем. То есть они не являются чем-то неожиданным для нас, они, в общем-то, формулируются в том же духе, в том же стиле, и примерно тех же самых понятных нам или предполагаемых нами объектов. Кроме того, говорит Гёдель, возможны сейчас неизвестные аксиомы, которые можно получить на основе более глубокого понимания понятия логики и математики. И мы тогда будем иметь внутреннее обоснование для этих новых неизвестных аксиом. То есть мы изучим понятия логики и математики глубже, поймем что-нибудь новое относительно того, например, что же такое множество, какое-то интуитивное понимание у нас будет более глубокое выработано, и на основе него мы сможем получить новые аксиомы. Также Гёдель выбор аксиом может зависеть от их внешнего обоснования через следствие. Например, когда мы добавляем какую-то аксиомы, и с помощью нее доказательства уже известных результатов становятся короче. И мы в принципе получаем что-то ожидаемое. Мы не получаем что-то то, чего мы не предполагаем. Ну и очевидно этот подход Гёделя 47-го года он является противоположным поверхности, противоположным подходу поверхностного формализма. То есть с точки зрения Гёделя не все расширения ZFC одинаково хороши, не все понятия множеств одинаково хороши. То есть есть правильное понимание множества, есть правильная система аксиом. Ну тут надо сказать, что конечно Гёдель был сторонником платонизма, да, он верил объективную истинность и соответственно в то, что математик занимается обнаружением, а не конструированием математической реальности. Вот соответственно выбор новых аксиом с учетом их внутреннего внешнего обоснования он может позволить в будущем разрешить независимо от ZFC вопросы, ну в том числе и континуум гипотезу. или например близкой позиции придерживая Самаркин, который в 1976 году говорил, что аксиомы ZFC недостаточны, чтобы разрешить континуум гипотезу, но аксиомы ZFC не являются сакральными, если нам надо, давайте мы их пересмотрим, ну если мы начнем понимать множество по-другому как-нибудь, у нас есть движение в этом направлении, есть возможности, и кроме того, Мартин в 1976 году обсуждает одну из предлагаемых и все, и он указывает на три квазиемпирических свидетельства, он говорит о том, что расширение ZFC и вообще пересмотр ZFC может рассматриваться как нечто квазиемпирическое, подобное физической теории, что вот у нас как физические теории выстраиваются, чем физическая теория больше объясняет, тем она лучше, чем она при этом еще и проще, тем она лучше. И то же самое Мартин говорит справедливо относительно теоретика множественных рассуждений. То есть, вот, допустим, у нас появился какой-то кандидат в аксиомы, его обсуждали в течение ста лет, до сих пор не опровергли, но значит, это говорит о том, что, скорее всего, это хороший аксиом. Кроме того, Мартин заявляет о том, что возможна верификация следствий в стиле Гёделя, то есть, если мы добавим эту новую аксиом в ZFC, и мы, в общем-то, будем получать какие-то следствия, которые нас устраивают, то есть, мы не получим противоречия, например, и чего-нибудь неожиданного. Вот, и также допустимость и связанность следствий, когда у нас эти следствия, они соответствуют нашему интуитивному пониманию, эти следствия, они друг с другом как-то связаны, и они связаны с теми следствиями, которые, в принципе, можно получить из аксиом ZFC. Вот. То есть, движение в этом направлении имеется. И Мэдди в конце главы заявляет, что вот есть такое сообщество исследователей в рамках теории множеств, достаточно обширное сообщество, в котором имеет место понимание, что аксиомы ZFC недостаточны, что нужно провести какую-то реформу, и вот это сообщество занимается тем, что они рассматривают, предлагают и анализируют разного рода аксиомы, которые могут либо заменить ZFC, либо частично заменить, либо расширить ZFC. И Мэдди говорит, что в дальнейшем в своей книге она сосредоточится на рассмотрении новых аксиом и на практике рассмотрения новых аксиом, и она попытается дать философское объяснение того, каким образом эти аксиомы анализируются, как они обосновываются, и вот какие способы рассуждения используются в рамках этого сообщества. На этом у меня все. спасибо за внимание. Я понимаю, доклад очень сложный в силу ряда математических деталей. Но если у вас есть вопросы, пожалуйста, я попытаюсь на них ответить. спасибо большое, Лев, очень лаконично, очень объемный материал. Вот у меня возник вопрос о том, как соотносятся недоказуемость и неразрешимость. Как их определить, как их отличить, недоказуемость и неразрешимость? Отличить их можно следующим образом. Например, возьмем какую-нибудь очень простую систему, допустим, классическую логику высказываний. Если в этой системе доказуема какая-то формула, то отрицание этой формулы, поскольку наша система является непротивоечивой, недоказуем. Да ведь? Соответственно, недоказуемым может быть и что-то относить что-то, что является разрешимым. То есть разрешимое может оказаться недоказуемым. Но если у нас есть что-то неразрешимое, то тогда мы не можем ни доказать это, ни опровергнуть. То есть не доказать само это утверждение, ни доказать отрицание этого утверждения. Хорошо, спасибо. Ну и два частных небольших вопроса. Что такое предикативная функция? Это было, когда Рассел упоминался. Значит, у Рассела есть такое вот у Рассела, у Фуанкары есть разделение на предикативное и импредикативное. Импредикативное это такие определения, которые обращаются как бы сказать-то, что-то типа как обращаются сами к себе. То есть в своем определении содержат отсылку к себе. А предикативное не содержит отсылку? Да, они не содержат. Хорошо, ясно. Ну и в отношении первопорядковости в теории порядка. Первопорядковость релятивизирована к некоторому порядку или первопорядковость в абсолютном смысле? Ну, там получается вот в теории порядка, что у нас вот, мы берем какой-то порядок L-α, например, там, соответственно, L-α содержит в качестве элементов какие-то множества, которые мы до этого сконструировали. Вот, на следующем порядке, на L-α по плюс 1, у нас есть, мы формулируем формулы значениями индивидных переменных, которых, для которых и значениями параметров, соответственно, будут множество с предыдущего порядка. Значит, релятивизировано все-таки, да? Ну, оно в некотором смысле релятивизировано, да, и в этом суть теории порядка, но там нет релятивизации в смысле того, что мы всегда индивидов рассматриваем. вот в этом смысле, то есть в первопорядку уже это когда у нас квантификация по индивиду, нет квантификации по предикатам, нет квантификации по функциям, ну вот. Так, хорошо, здесь, значит, может быть ясно, спасибо, спасибо. Можно просто вернуться еще раз к тому месту, где пропала связь, еще раз посмотреть на него, чтобы без разрыва это произошло. Это вот здесь, по-моему, да? Да, вот на один слайд назад вернись. Сюда, что ли? Или на прям целую картинку? На прям целую картинку. Да. Так, ну я это помню. Дальше можно? Вот мне, если честно, не вполне понятно вот это последнее, последний пункт, что аксиома, ой, господи, что континуум-гипотеза предполагает вполне упорядоченный континуум эквивалентно тому, что множество всех подмножеств алиф-0 равняется алиф-1. То есть само утверждение мне понятно, но мне непонятно, почему оно эквивалентно континуум-гипотезе предыдущей формулировки. Не, не, тут не очень удачно сформулировано. Здесь говорится о том, что вот этот новый вариант континуум-гипотезы 1882 года он предполагает, что континуум вполне упорядочен и этот вариант 1882 года эквивалентен современной форме континуум-гипотез. То есть он эквивалентен континуум-гипотезе 1895 года. Я просто не могу понять, почему он эквивалентен. Он предполагает то же самое. Тут говорится, что в 2002 году говорится, что множество действительно чисел либо счетные, либо есть диекция между ним и множество всех действительно чисел. То есть тут по сути говорится то же самое, что нету никаких алифов между алиф-0 и алиф-1. Это понятно. но далее говорится, что число, кардинальное число алиф-1 равняется числу подмножества мощности алиф-0. Почему это одно и то же? Вот что? Ну вот у нас есть счетное множество, их кардинальность равна алиф-0. И у нас есть теорема Кантер, которая говорит о том, что множество подмножеств счетного множества. Ну то есть кардинальность этого множества всех подмножеств счетного множества будет больше. И вот эта кардинальность была обозначена алиф-1. И Кантер высказал гипотезу, что между ними, между алиф-0 и алиф-1 никаких алифов больше нет. Что мы когда мы либо имеем кардинальность счетного множества, либо кардинальность множество которое равна кардинальности множество действительных чисел или это утверждается континуум гипотезы а понятно